Я читаю главу четырнадцатую из первой книги царств. И Ахия, сын Ахитува, брата Иохаведа, сына Финиеса, сына Илья, священника Господа в селоме, носившего Ефод. Народ же не знал, что Иоаннафан пошел. Между переходами, по которым Иоаннафан искал пробраться к отряду филистимскому, была острая скала с одной стороны и острая скала с другой. Имя одной — Боцец, а имя другой — Сене. Одна скала выдавалась с севера к Мехмасу, другая — с юга к Гиве. И сказал Иоаннафан слуге Оруженосу своему, — Ступай, перейдем к отряду этих необрезанных. Может быть, Господь поможет нам, ибо для Господа нетрудно спасти через многих или немногих. И отвечал Оруженосец, — Делай все, что на сердце у тебя, иди, вот я с тобою куда тебе угодно. И сказал Иоаннафан, — Вот мы перейдем к этим людям и станем на виду у них. И если они так скажут нам, — Остановитесь, пока мы пойдем к вам, то мы остановимся на своих местах и не взойдем к ним. А если так скажут, — Поднимитесь к нам, то мы взойдем, ибо Господь предал их в руки наши, и это будет знаком для нас. Когда оба они стали на виду у отряда филистимского, то филистимляне сказали, — Вот евреи выходят из ущелья, в которых попрятались они. И закричали люди, составлявшие отряд, к Иоаннафану и Оруженосцу его, говоря, — Взойдите к нам, и мы вам скажем нечто. Тогда Иоаннафан сказал Оруженосцу своему, — Следуй за мной, ибо Господь предал их в руки Израиля. И начал всходить Иоаннафан, цепляясь руками и ногами, и Оруженосец его за ним. И падали филистимляне перед Иоаннафаном, а Оруженосец добивал их за ним. И пало от этого первого поражения, нанесенного Иоаннафаном и Оруженосцем его, около двадцати человек, на половине поля, обрабатываемого парой валов в день. И произошел ужас в стане, на поле и во всем народе. Передовые отряды и опустошавшие землю пришли втрепет. Дрогнула вся земля, и был ужас великий от Господа. И увидели стражи Саула в гиве Вениаминовой, что толпа рассеивается и бежит туда и сюда. И сказал Саул к народу, бывшему с ним, — Пересмотрите и узнайте, кто из наших вышел. И пересмотрели. И вот нет Иоаннафана и Оруженосца его. И сказал Саул Ахии, — Принеси кивот Божий, ибо кивот Божий в то время был с сынами Израилевыми. Саул еще говорил к священнику, как смятение в стане филистимском более и более распространялось и увеличивалось. Тогда сказал Саул священнику, — Сложи руки твои. И воскликнул Саул, и весь народ, бывший с ним, и пришли к месту сражения. И вот там меч каждого обращен был против ближнего своего. Смятение было очень великое. Тогда и евреи, которые вчера и третьего дня были у филистимлян, и которые повсюду ходили с ними в стане, пристали к израильтянам, находившимся с Саулом и Иоаннафаном. И все израильтяне, скрывавшиеся в горе Ефремовой, услышав, что филистимляне побежали, также пристали к своим в сражении. И спас Господь в тот день Израиля. Битва же простерлась даже до Беф-Авена. Люди израильские были истомлены в тот день, а Саул заклял народ, сказал, — Проклят, кто вкусит хлеба до вечера, доколе я не отомщу врагам моим. И никто из народа не вкусил пищи. И пошел весь народ в лес, и был там на поляне мед. И пошел народ в лес, говоря, — Вот, течет мед. Но никто не протянул руки своей к рту своему, ибо народ боялся заклятия. Иоаннафан же не слышал, когда отец его заклинал народ, и, протянув конец палки, которая была в руке его, обмакнул ее в сот медовый и обратил рукою к устам своим, и просветлели глаза его. И сказал ему один из народа, говоря, — Отец твой заклял народ, сказав, — Проклят, кто сегодня вкусит пищи! От этого народ истомился. И сказал Иоаннафан, — Смутил отец мой землю, — Смотрите, у меня просветлели глаза, когда я вкусил немного этого меда. Если бы поел сегодня народ из добычи, какую нашел у врагов своих, то не большее ли бы было поражение филистимлян? И поражали филистимлян в тот день от Мехмаса до Айолона, и народ очень истомился. И кинулся народ на добычу, и брали овец, волов и телят, и заколали на земле, и ел народ с кровью. И возвестили Саулу, говоря, — Вот народ грешит перед Господом, ест с кровью. И сказал Саул, — Вы согрешили? Привалите ко мне теперь большой камень. Потом сказал Саул, — Пройдите между народом и скажите ему, — Пусть каждый приводит ко мне своего вола, и каждый свою овцу, и заколайте здесь, и ешьте. И не грешите пред Господом, не ешьте с кровью. И приводили все из народа, каждый своей рукою, вола своего ночью, и заколали там. И устроил Саул жертвенник Господу, то был первый жертвенник, поставленный им Господу. И сказал Саул, — Пойдем в погоню за филистимлянами ночью, и оберем их до рассвета, и не оставим у них ни одного человека. И сказали, — Делай все, что хорошо в глазах твоих. Священник же сказал, — Приступим здесь к Богу. И вопросил Саул Бога, — Идти ли мне в погоню за филистимлянами, предашь ли их в руки Израиля? Но он не отвечал ему в тот день. Тогда сказал Саул, — Пусть подойдут сюда все начальники народа, и разведают и узнают, на ком грех ныне. Ибо жив Господь, спасший Израиля. Если окажется и на Иоаннафане, сыне моем, то и он умрет непременно. Но никто не отвечал ему из всего народа. И сказал Саул всем израильтянам, — Станьте вы по одну сторону, а я и сын мой Иоаннафан станем по другую сторону. И отвечал народ Саулу, — Делай, что хорошо в глазах твоих. И сказал Саул, — Господи Божий Израилев, дай знаменье. И уличены были Иоаннафан и Саул, а народ вышел правым. Тогда сказал Саул, — Бросьте жребий между мною, между Иоаннафаном, сыном моим. И пал жребий на Иоаннафана. И сказал Саул Иоаннафану, — Расскажи мне, что сделал ты. И рассказал ему Иоаннафан и сказал, — Я отведал концом палки, которая в руке моей, немного меду, и вот я должен умереть. И сказал Саул, — Пусть то и то сделает мне Бог и еще больше сделает ты, Иоаннафан, должен сегодня умереть. Но народ сказал Саулу, — Иоаннафану ли умереть, который доставил столь великое спасение Израилю, да не будет этого. Жив Господь и волос не упадет с голодовые его на землю, ибо с Богом он действовал ныне. И освободил народ Иоаннафана, и не умер он. И возвратился Саул от преследования филистимлян, филистимляне же пошли в свое место. И утвердил Саул свое царство над Израилем, и воевал со всеми окрестными врагами своими, с Моавом, и с Аммонитянами, и с Едомом, и с царями, с Совы, и с филистимлянами, и везде, против кого не обращался, имел успех. И устроил войско, и поразил Амалика, и освободил Израиля от руки грабителей его. Сыновья у Саула были Иоаннафан, Иесуи и Мелхусио, а имена двух дочерей его, имя старший Мирова, а имя младший Мелхола. Имя же жены Сауловой Ахиноам, дочь Ахимаатца, а имя начальника войска его Авенир, сын Нира, дяди Саулова, то есть племянник. Кис, отец Саулов, и Нир, отец Авенира, были сыновья Авиила. И была упорная война против филистимлян во все время Саулова. И когда Саул видел какого-либо человека сильного и воинственного, брал его к себе.